Изменился график работы женской консультации. Теперь посетители принимают на бульваре Кузнецова дом 4А с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. Часть работы переведена на удаленный режим. Например, результаты анализов могут прокомментировать по телефону, чтобы лишний раз не провоцировать контакты между людьми. Какие основные требования и какие основные показания к тому, чтобы женщины приходили к нам на прием? Это все женщины беременные, у которых 30 и более недель приходят к нам на прием сюда. Мы им делаем ИКТГ, мы их обследуем. Все в обычном режиме. Если все у женщины хорошо, никаких нет жалоб, никаких не было контактов ни с ОРЗ, ни с пневмонией, ни с коронавирусной инфекцией, даже с приезжими, с прилетевшими откуда-то более 14 дней у которых, мы обзваниваем этих женщин. Если у них срок беременности до 28-30 недель. Мы стараемся их обзвонить, мы стараемся с ними поговорить по телефону, спросить о их состоянии. Если все прилично, можно принести анализы, можно сдавать анализ крови и так далее. Это все в обычном режиме, обычное рутинное обследование мы продолжаем проводить. Старайтесь не приходить в женскую консультацию. Чем меньше вы будете посещать не только женскую, но и везде, и улицу, и так далее, тем больше вероятности не заразиться и не заболеть. Все плановые гинекологические больные не принимаются. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить, вам ответят по телефону, врач вам перезвонит. И результаты анализов, и результаты гистологии, то, что вам проводилось до этого, например, в перинатальном центре, все остальное не связано с онкологией и с подозрением на онкологию, мы отложили до улучшения эпид-обстановки. Народы доставляются Пушкина, Дмитриев и высокая группа рисков Щелкова. Это Щелковский перинатальный центр. Если есть хоть какие-то подозрения ОРЗ или что-то, но нет явного ковида, 19 мы направляем в наш роддом. Здесь уже ОРЗ, неважно, пневмония, бронхит, мы отправляем в наш роддом. Врачи просят женщин приходить в консультацию по возможности без сопровождения, а также соблюдать меры индивидуальной защиты. Надевать маску и перчатки, сохранить дистанцию с остальными людьми.